Так, всем привет! Тот, кто заходит в группу, сегодня мы проведем рекрутинг, стратегии рекрутирования и как начать рекрутинг, потому что с чего это все началось? Буквально позавчера к нам пришла лидер в статусе, я бы так сказал, в директорском, и говорит, у меня такая проблема, то есть я не могу начать рекрутировать, потому что основное, что она делала, это запуск рекламы, но с одной стороны запуск рекламы это очень даже хорошо, почему я бумажки держу, как раз все то, что она сказала, она записала на следующий день, то есть вот даже два листа, то, что она запомнила из нашего с ней разговора за, вот именно мы с ней разговаривали где-то полтора часа, и потом она на следующий день пришла и записала нам, что у нее именно осталось в голове, то есть после нашего разговора, и поэтому проводим у нас с вами эфир, то есть я здесь буду подсматривать и разбирать все то, что написали, то есть важно понимать одну простую вещь, когда вы начинаете, так звук неважный, давайте я поближе сяду, чтобы сейчас получше, напишите у кого определенный звук неважный, у меня в принципе, я могу сейчас надеть, не надеть наушники, а наушники включить, чтобы микрофон шел как бы звук с него, то есть ну мы продолжим, все хорошо слышно, значит спасибо за обратную связь, именно рекрутирование, то есть это тот момент, который очень важен в этом бизнесе, почему, потому что нет ни одного лидера, который работает в сетевой компании, который пришел у него в структуру и сама появилась, то есть что он не позвал ни одного человека в сетевой, то есть бизнес, поэтому как бы все равно, даже некоторые говорят, вот есть люди, у нас даже в структуре есть такие люди, которые, ну вот по сути, они говорят, что мы никого не звали, то есть, ну у нас высокий статус, действительно у них высокий статус, просто есть люди, которые открывают рот и к ним люди идут, то есть это называется ведение личного бренда, и это тоже один из методов рекрутирования, поэтому как бы без рекрутинга здесь, к сожалению, может и не к сожалению, но вообще никак, то есть рекрутинг это основа бизнеса, потому что чем активнее вы научитесь звать партнеров, тем лучше для вашего бизнеса, и что еще хочу сказать, вот по поводу нужно определиться с методом рекрутинга, и определиться с методом рекрутинга не так, чтобы вот это мне полегче, я начну с этого, то есть начинаете разбираться, да, я согласен, нужно разобраться в одном методе, потом в другом методе, иногда, вот меня сейчас очень часто люди спрашивают, а как легче, а как мне быстрее, я все понимаю, легче, быстрее, но нужно понимать каких людей, какие люди вам вообще нужны, то есть люди, которые просто покупают, люди, которые на бизнес, какие, то есть есть несколько способов, как бы, например, реклама, есть два вида рекламы, например, многие говорят, о, вот я сейчас рекламу запущу, у меня все хорошо, ну, с одной стороны, да, но вы должны располагать соответствующим бюджетом, почему, потому что, как некоторые, у меня две тысячи рублей есть, когда я стану директором, если я буду вкладывать, отвечу, не скрывая, я никогда ничего не скрываю, с две тысячи, очень долго вы будете становиться директором, если будете использовать только этот метод рекрутирования, и в основном реклама идет на потребители, то есть почему, потому что 90% сети, что нашей, что любой другой сетевой компании, которая широко распространилась в той или иной стране, 90% сети это простые потребители, которые, понимаете, не думают, сколько там платит бизнес-партнерам, им просто, они пришли купить качественный продукт, по приемлемой цене, чтобы сэкономить, и чтобы был продукт именно качественный, и здесь реклама в основном нацелена на привлечение потребителей, да, можно запускать рекламу на бизнес, я с вами полностью вот то, даже в этой группе присутствует, которая сейчас веду, много чего подключилось просто по рекламе, по нашей, которая как бы на бизнес, но здесь нужно понять то, что как бы не была хороша реклама на бизнес, да, она приводит людей, но есть один существенный как бы минус в том, то, что люди регистрируются не сразу, они, во-первых, подпишутся на группу, они будут следить за человеком, как он себя ведет, как у него успехи, как у него команда растет, как он сам растет в компании, то есть, и выходит регистрация вот такая, она идет дороже, чем, например, потребителя, и на порядок дороже, но вот такие люди, которые приходят, они приходят осознанно уже и сразу же, а те люди, которые приходят, просто я хочу зарегистрировать, и все пропали, то есть, желание хватает буквально на 10, 15, может 20 минут, как бы, ну вот такое вот, те, которые быстро загораются, быстро и переиграют, а здесь нужно именно это бизнес, который стоится не за 5 минут, а который стоится годами, вот кто не знает, кто с нами, например, с Аней не знаком, мы в компании Faber League вот осенью будет 9 лет, доход у нас очень существенный, то есть, мы в основном этот доход даже не озвучиваем, потому что это не десятки тысяч, это не сотни тысяч рублей, поэтому мы их не озвучиваем, они на порядок больше, но мы ведем свой личный бренд, свой бизнес, учим своих бизнес-партнеров, как правильно строить этот бизнес, чтобы выходить как можно быстрее на доход, то есть, далее пойдем по вебинару, как раз вот нужно определиться с теми, далее метод именно, личный бренд, как метод рекрутирования бизнес-партнеров, он очень хороший, я бы так сказал, он тоже очень, он лучше, чем даже реклама, почему, потому что человек, который на вас подписался, во-первых, он может стать бесплатный, если вы не вкладываете продвижение в рекламу, да, но с другой стороны, без результата, очень мало людей будет присоединяться, прежде всего, люди, когда подписываются на определенного человека, они следят за ним, как ведет человек этот бизнес, то, что я до этого и говорил, то есть, если он его как бы не ведет, или он там запустил рекламу, с несколькими постами и больше в группу ничего не грузит, такой метод не зайдет, личный бренд, то есть, нужно хотя бы раз в три дня делать пост о своих достижениях, сколько регистраций было у человека и так далее, то есть, это нужно показывать, потому что, люди, большинство людей, много кто побывал в сетевом бизнесе, и знают то, что рекрутинг это основной, и почему некоторые даже активные, кто работал, пусть даже в нашей компании, пусть в другой сетевой компании, у них не получилось рекрутировать, вот это поймите, человек, который научился рекрутировать, он во-первых, начинает расти, его работ начинает расти, и соответственно, кто научился рекрутировать, он ведет уже своих новичков самостоятельно, потому что он сам научился, он сможет научить уже своих новичков и так далее, и еще один метод приведения бизнес-партнеров, это спам, то есть, кто его как называет, нетворкинг, там адресный рекрутинг, давайте в правде в глаза смотреть, это спам, то есть, любое сообщение, которое было написано, человек, пусть человек написал там сначала знакомиться и так далее, но с предметом того, что он в дальнейшем предложит ему бизнес, все равно это расцениваться как спам, то есть, здесь по-другому никак, то есть, любая реклама, можно рассматривать как спам, даже вот, едите вы в машине, там в такси, в автобусе, висят билборды, с какой-то, из сторон, вы смотрите, о, это мне нравится, я туда хочу зайти, приезжайте в следующий, а это мне реклама не нравится, я туда точно не пойду, тоже можно рассматривать, не нравящуюся рекламу, по сути, спам, что это такое спам, то есть, это, информация, которая, не была попрошена, то есть, человек не запрашивал, получение, информации, о бизнесе, у него не было интереса, и так далее, когда человек сам написал вам первым сообщением, когда вы там, например, добавили его в друзья, он видел там посты на вашей странице, говорит, дайте мне, как бы, подробности, о этом бизнесе, и все, то есть, вот это у меня спам, как бы, а если вы сами написали первыми, и, заведомо, то, что вы в дальнейшем, предложите, все-таки, бизнес вашей там, сетевой компании, это спам, то есть, я это не скрываю, то есть, и многие говорят, спам это плохо, 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 вы должны понять одно, здесь как ни крути, мы вот, лично, начали разбираться в рекламе, где-то с уровня открытого партнера, то есть, это было пять лет назад, до уровня открытого партнера, у нас было несколько методов рекрутирования, основные, это введение личного бренда, но это в основном, Аня вела, как бы, с самого начала, второе, спам, которым, в принципе, я занимался, практически, четыре года, то есть, мы не скрываем то, что, последние, вернее, не последние, а первые четыре года, мы, работали спамом, то есть, с помощью личного бренда, то есть, и мы не говорим то, что этот метод, этот метод, очень даже хороший, почему, потому что, в этом методе, во-первых, вы научитесь общаться с людьми, со своей целевой аудиторией, как говорят, научитесь доносить им правильную информацию, если вы научитесь доносить до людей правильную информацию, вам будет намного проще рекрутировать этим методом, второе, сейчас я звук отключу на компьютере, чтобы ближних фонов не было, второе, у вас всегда, если вы работаете этим методом, у вас всегда будет тема для постов, почему, потому что, вы будете общаться с людьми, и, выслушивать их возражения, то есть, возражения это тема для поста, то есть, и все, которые думающие, присоединяются на вашу брендовую страницу, все равно брендовая страница вы никого не рекрутируете, а просто берете ссылку, кем-то думает, еще не знает, то есть, предлагаете подписаться, быть в друзьях, чтобы, ну, вдруг страничку заплакируют, а человек останется у вас на вашей брендовой странице, и потом уже надумает, потому что вы предложили этому человеку в одно время бизнес. Далее, к рекламе вернемся, реклама, реклама очень хороший инструмент, когда на ней хороший бюджет, то есть, вот я вам скажу, могу сказать, то что реклама, если вы хорошо запустите, если у вас выгодно будет цена, то есть, или хотя бы средняя, то реклама, вот давайте возьмем, вы вкладываете 10 тысяч рублей в месяц, это к примеру, да, я вам говорю, вы можете вкладывать и больше, то есть, кто-то больше вкладывает, я знаю, что со старта приходят, они говорят, у меня времени нет, обучаться я, тоже времени соответственно нет, но я хочу успехов в этом бизнесе, поменять работу, но у меня есть деньги, я хорошо на своей, там, на работе по найму зарабатываю, я хочу часть своей зарплаты, вложить в рекламу, обрабатывать потребителей, тем самым, увеличивая доход в сетевой компании, вот я могу сказать, то что, такая реклама, примерно вот, если 10 тысяч вкладывать, то через 7-10 каталогов, у вас доход вырастет, на эту сумму, то есть, вы начнете зарабатывать, столько денег, да, это не быстро, вот так вот, не бывает, такого, то что, вы выжили 10 тысяч, и начали зарабатывать, там, 50 тысяч, нет, это, так не работает, ни в сетевой компании, нигде, вообще, ну, нужно понять, здесь нужно именно реклама, реклама, как дополнительный источник рекрутинга, если у вас бюджет меньше, да, он принесет вам тоже дополнительные регистрации, дополнительный товарооборот в вашу команду, это хорошо, но, если сконцентрироваться именно на одном методе построения, такое, как реклама, ну, нужно вкладывать больше денег, поэтому мы сразу же говорим, используйте сразу же несколько источников рекрутинга, то есть реклама, да, она освобождает время, но, для того, чтобы вести, нужно соответствующий бюджет, если хотите быстрее, нужно использовать, или больше денег, или другие методы рекрутинга, добавлять, далее, что у нас здесь, вот, возьмем, вернемся к методу спама, вот, всем вам советую, кто посмотрит это видео, во-первых, если у вас есть наставник, который ведет под вами ветку, вы ведете вторую ветку, для чего мы ведем ветку, глубина это наша стабильность, ширина это наша зарплата, сначала мы работаем над стабильностью нашего бизнеса, закладываем две одинаковые истощие ветки, для того, чтобы, потом уже заняться другими ветками, и очень важно, не распыляться, если вы, важно, первое, это именно рекрутинг настроить, то есть, ваша задача, научиться находить одну регистрацию на бизнес в день, это не ту регистрацию, которая, там, давайте зарегистрируемся в фаберлике, я вас научу зарабатывать, нет, это, это, нужно намного больше регистрации, сразу же скажу, почему, потому что, перед тем, как человеку зарегистрироваться, он должен знать, сколько он сможет зарабатывать, что нужно делать, какие заказы нужно размещать, и так далее, все подноготные, в самом начале, вы должны рассказать, почему, потому что, чтобы потом, во-первых, от всей тех людей, которые, не будут, точно работать, с вами, я не говорю, не то, что в компании, с вами, почему, потому что, даже по спаму, по бренду, люди приходят, именно на человека, а не в сетевую компанию. Далее, сконцентрируемся, сначала, на одной ветке, это, ваша задача научиться, запускать, именно одну ветку, то есть, если вы, научитесь, запускать, и доводить, до директора, хотя бы одну ветку, другими, будет намного проще, почему одну, потому что, вторая ветка, у вас, будет с наставником, и своевременно, с вашим наставником, директором, если вы, в нашей структуре, вы можете, всегда нам написать, как правильно, построить ветку, но, если у вас, меньше десяти регистраций, на бизнес, в каталог, то, вам, больше двух, вернее, больше одной ветки, нельзя строить, то есть, для того, чтобы ветка, активно, развивалась, вам нужно, проводить, по, одной регистрации, в день, на бизнес, ветку, то есть, если вы, научитесь, находить, в среднем, две, вы можете, спокойно, вести, две ветки, и, здесь, важно, в самом, самом, начале, когда, вы, начинаете строить, свою, первую, веточку, самое, трудное, это, вывести, ветку, на 9%, почему, вот, получается, так, то, что, в самом, начале, вы, действительно, будете работать, рекрутировать, в этой команде, одни, то есть, но, когда вы, увидите, уже, людей, на 9%, начнут просыпаться, люди, которые, хотели, то есть, потому что, вот, очень много думающих, еще, да, не зарегистрировались, кто-то будет терминироваться, этого не скрывая никогда, кто-то, именно, в позиции наблюдатель, как это, вот, мне сейчас построить ветку, я посмотрю, как это делается, то есть, нет бы начать, да, но, к сожалению, вот такие люди, но, есть люди, которые, действительно, которым нужны деньги, были еще вчера, вот те, начинают действовать, сразу же, и, вот, таких людей, мы, в основном, ищем, то есть, мы всегда делаем акцент на тех, кто делает, а не те, кто бездействует, но, смотрите, по мере того, как ваша ветка растет, ее нужно оповещать, вот структура под вами вышла на 3%, вот структура вышла под вами на 6%, вам положены вот такие, это выплаты, если вы активно включитесь в этот бизнес, вы будете делать 50 баллов, вы вышли на 9%, вам положены уже такие выплаты, если вы активно включитесь в бизнес, вы можете срабатывать еще больше, также 12-15%, 15%, поздравляйте, даже если человек, ничего не сделал в этом бизнесе, вот это нужно понимать, если человек ничего не сделал в этом бизнесе, его тоже нужно повезти, почему, потому что, когда-то у них, они захотели, то есть, и большинство, когда прорабатывает так структуру, люди задают вопрос, что нужно действительно это делать, его уже, когда под ней ветка, он сам ее проверил, то есть, вы можете снять видео, как посмотреть веточку, сколько людей в ней, на каком он процентном уровне, чтобы он сам убедился, ни слов на деле, то есть, всегда у него вопросы, вот именно, действительно, кто хочет еще, просыпаются, начинают делать, начинают звать людей, начинают делать 50 баллов, и вот тогда, товарооборот, растет намного веселее, когда ветка запускается, и запомните одно, директорская структура держится на 3-4 активных людях, что я подразумеваю под активными людьми, которые проводят так же, как и вы, под вас регистрации в каталог на бизнес, не считая людей, которые пришли по рекламе, потому что, это обучение у нас есть, можно запустить, то есть, например, для ВСИ, это и ВКонтакте, в Одноклассниках, Яндекс.Директ, МакТаргет, можно запускать, и здесь вы уже, сами определитесь, где вам будет комфортнее рекламироваться. Далее читаем, вот как раз здесь заинтересован, как рекрутируем, то есть, есть, вот как раз метод спам, то есть, как раз мы с лидером обсуждали, метод спам, она говорит, вот, если сажусь, рекрутировать, и не могу, вот, я порекрутировал немного, и не могу, типа, это не мое, так, я говорю, особенно новичкам, стоп, если у тебя такие мысли есть, значит, у тебя есть время, на что, чтобы эти мысли, думать, то есть, это очень важно, когда вы садитесь, вы должны быть нацелены на, какую-то цель, то есть, какую цель вы преследуете, именно сегодня, то есть, ваша цель, найти одну регистрацию, или две, или три, то есть, все зависит от вас, когда вы поставите цель, и будете идти к ней, пока не найдете, у вас быстрее люди будут приходить, и очень важно, когда вы заходите, рекрутируете, почему создаем вообще большое количество страниц, это для того, чтобы работать не каждый день на них, а, например, 10 лет за день можете обойти, вы заходите, выбираете фильтры людей, там, разные есть, вы можете это посмотреть в обучении, выбираете людей, добавляете там, нужное количество, ну, по ограничению, по странице, там, где-то можно 30, где-то 50, добавить, друзья, добавляете, идете дальше, то есть, не смотрите, что там, у человека написано, главное, чтобы аватарка человека, вам было, импонирующе, то есть, но, максимально, больше, зовем людей, как можно большее количество, ваша задача, сделать как можно больше охват людей, этим методом, то есть, вы прошли, на следующий день другие страницы, на следующий день еще другие страницы, поэтому создаем большое количество страниц, и здесь важно понимать, вот, некоторые говорят, я не хочу таким методом работать, это, нужно, всю жизнь так работать, нет, всю жизнь не надо, то есть, прежде всего, нужно сделать правильное действие, то есть, вы можете проработать, все зависит от того, как вы активно будете работать этим методом, вот, мы 4 года проработали, мы открыли статус партнер, то есть, это, 24 директорские ветки, в первой линии, и получается то, что, если разделить на 4, это, каждый год мы находили по 6 партнеров, то есть, в среднем, если вот разобраться, 6 партнеров, то есть, за год можно найти 6 партнеров, которые станут директорами, то есть, и, соответственно, это не было у нас рекламы, у нас был именно спам и личный бренд, то есть, сейчас же есть реклама, которая тоже увеличивает доход, и, чем больше вы вкладываете в рекламу, тем быстрее вы можете выйти на более высокий доход, и, ну вот, вы активно взялись, вот именно, нужно просто дать время себе, то есть, вот год отпахать, во-первых, год рано или поздно, он все равно пройдет, рано или поздно, просто за этот год вы можете поменять свою жизнь кардинально, почему я говорю кардинально, если вы, например, если хотите бриллианта, находите за год, находите по 3 человека в день на бизнес, вот научитесь находить 3 человека на бизнес каждый день, не каждый каталог, а именно в день, в течение года вы сделаете бриллиантового директора, это я вам, как передать, вот то, что я говорил, вот, если человек зарегистрируется, уже знает, что нужно делать заказы, что нужно делать, и так далее, вот таких, если будете находить, через год вы станете бриллиантовым директором, и там вы уже решите, через год, будете вы переходить на другие методы рекрутинга, или останетесь, также еще работаете методом спама, то есть, почему я вам говорю, то, что проработав год, у вас уже активно, и сделав бриллиантового директора, доход будет уже существенный, который вы можете подходить на рекламу, часть, вернее, не весь, а именно часть, что позволит вам приводить людей, вы можете, вот именно, свой личный бренд развивать с помощью денег, которые заработали этим методом, можете на потребителей потратить, вы сами будете уже решать, к тому же, вот, свобода ваших действий, далее, ваша задача будет научить ваших, хороших людей, также достигать звания бриллиантов, то есть, если вы сами это сумели, вы сами сможете научить уже своих новичков, страх, что делать с людьми, очень актуально тоже, вариант, вернее, страх, что мне делать с людьми, когда мне появится активный человек, вот здесь вот, нужно понимать, что, сюда приходят взрослые люди, мне приходят дети, двенадцать, пятнадцать лет, к вам приходят взрослые люди, и, нужно работать именно с ними, как со взрослыми людьми, показывать им рост, то есть, не все будут активные, и, прежде всего, если вы сами научились находить активных людей, вы всегда сможете уже, вот, боязнь, это идет именно из-за того, что не начался рекрутим, человек просто пока не умеет рекрутировать, тем или иным, методом, человек, когда человек научится звать, активно, хотя бы десять регистраций, в каталог на бизнес, у него не будет вопросов, как сопровождать человека, поймите одно, у него вообще не будет вопросов по сопровождению, потому что он сам это умеет, задача лидера, научить своего активного лидера, рекрутировать, страх этот появляется, из-за того, что человек еще не начал рекрутировать, он уже переживает, как он будет обучать, научитесь звать, и поймете, как сопровождать, вот, глаза боятся, руки делают, вот, поймите одно, сетевой бизнес, в любом случае, это конвейер, что мы подозреваем под конвейером, мы, в основном, работаем с теми людьми, которые хотят, то есть, которые не хотят, вот мы, например, человек пришел на бизнес, мы ему дали ссылку для регистрации на платформу, человек зарегистрировался, мы ему сказали, что где находится, если что-то непонятно, пиши, то есть, через два дня ему пишем, если он ничего не написал, все ли получается, как дела, там, поздоровились, и так далее, то есть, два раза написали, если человек не ответил, мы его больше не трогаем, когда нужно, он сам напишет, то есть, именно, концентрируемся на тех, кому надо, кто задает вопросы, кто работает, кто рекрутирует, и поймите одно, вот, еще хотел сказать, сколько бы вы не работали рекламой, вам всегда захочется большего, большего это звание, то есть, с помощью рекламы, вы все равно, максимум выйдете старшего директора, вот это вот, нужно понимать, а когда, захотите, дальнейшего роста, вам нужно будет, звать бизнес партнеров, и большинство людей, которые рекрутируют только рекламу в первую линию, они часто, ловят эмоцион, как его, выгорание, эмоциональное выгорание, потому что они хотят вести, хотят вести, а партнеров, нет, а почему это так случается, потому что нет рекрутинга, бизнес партнеров, когда, вот, если разобраться, когда, к человеку идет поток бизнес партнеров, он всегда на энтузиазме работает, поймите одно, он всегда будет работать на энтузиазме, почему, потому что, человек, который присоединился к нему в команду, он приносит свою энергию, и человек, который его зарекрутировал, он наполняется этой энергией, и ему проще рекрутировать, ему веселее, потому что он видит результаты рекрутирования, количество сначала регистраций, потом рост ветки, которую он ведет, она все равно будет, если научиться именно активно, то, что мы с вами и говорили, научиться находить одну регистрацию в день на бизнес. Вот, когда научитесь, это вообще, вот, пушка бомба, вы спокойно, можете, понимать, раз в полгода, новую директорскую ветку, раз в полгода, научитесь, три находить, будет, три, то есть, золотого директора можно сделать, здесь вы сразу же со старта начнете делать по три регистрации в день на бизнес, и через полгода это золотой директор, то есть, здесь вы сами уже решаете, давайте еще посмотрим, да, вера в себя, то есть, смотрите, есть такой, как раз тип людей, которые открывают рот, и к ним идут, есть еще тип людей, которые начинают делать, и у них, что с ними не так, вернее, у некоторых не получается, а некоторые начинают действовать, и у них все получается, и все хорошо, в чем разница, вера, вера в себя, то, что я смогу достигнуть, вера в то, что делает человек, свой метод, который он, он им работает, действительно работает, не просто, для того, чтобы попробовать, он пришел, а именно, он пришел действовать, и верить в компанию, с которой он сотрудничает, почему, потому что, прежде всего, мы продаем продукт, вернее, компания продает продукт, мы предлагаем регистрацию в компании, и, соответственно, люди, здесь, если верит, к нему идут люди, если он верит в компанию, верит в себя, главное, то, что он сможет достичь результатов, вот, у таких людей получается, абсолютно все, почему, вот, у меня, я, где-то, месяца три, работал, расскажу еще, до Фаберлек, ездил, вахтовым методом, продавал, шубы, норковые, из овчины, ну, разные, сами понимаете, и, вроде бы, я был новенький, по сути, но, я продавал больше, почему, потому что, мне нравился продукт, то есть, важно, чтобы вы, понимали, какой вы продукт продаете, то, что, продукт хорошего качества, и, почему еще, предлагает попробовать продукт, прежде чем, начать бизнес, почему нужны, вообще, заказы для себя, если вы, не попробовали продукт, вам, хуже будет продавать, вернее, не продавать, опять, вам, когда вы попользовались, вам больше, проще будет, предлагать, вам больше будут идти люди, вашу команду, почему, потому что, вы уверены в качестве этого продукта, то есть, все равно, компания продает продукт, если вы, его попользовались, и он вам понравился, вам проще будет, просто рекрутировать, в социальных сетях, так, давайте еще, вот как раз, и, советую, еще как раз, по поводу рекрутинга, работать, несколькими методами рекрутинга, еще раз, и, вот, например, давайте возьмем метод спам, если вы, например, в одноклассниках, вам нравится работать, у вас, все нравится, регистрации идут, но у вас всегда должны быть страницы ВКонтакте, почему, потому что, минус сетевого, именно спама, это то, что страницы блокируют, то есть, их все равно, блокируют, давайте, расскажем, свою историю, с самого начала, да, мы пришли, в компанию, с небольшим опытом, в МЛМ, мы тоже работали, в интернете, у нас были страницы, которые мы, закинули, на несколько недель, перед тем, как пришли в Фоберли, у нас, они были, 50 страниц, в одноклассниках, 50 ВКонтакте, и, по мере того, как мы рекрутировали, за полгода, эти страницы, все заблокированы были, но, за первые полгода, мы открыли, старшего директора, поймите, страницы, это расходный материал, это как приезд на работу, нужно расценивать, то есть, ну, заблокировали, но, почему я вам говорю, создать в нескольких социальных сетях, когда есть понятие рейда, когда одну страницу, вторую вас заблокировали, лучше не заходить в эту социальную сеть, там, пару недель, для этого есть другие социальные сети, и вы должны уметь работать, в этих социальных сетях, это во-первых, во-вторых, есть еще такое, понимание, то, что, когда приходят к вам активные люди, вы должны уметь работать, разными методами, то есть, не обязательно, что вы постоянно ими работали, но вы должны уметь работать, в одноклассниках, в контакте, у кого есть, нельзя грамм, нельзя грамме, то есть, это у нас так в России говорится, то есть, если кто-то у нас будет просматривать, с другой стороны, там, другое название, вы понимаете, то есть, сеть, которую заблокировали у нас, на территории, Российской Федерации, должны уметь работать рекламой и так далее, должны в этом разобраться, почему, потому что придут новички разной категории, почему мы вообще рекомендуем спам разобраться, есть автоматизация роботы в социальностях, которые сами добавляют друзья и так далее, то есть, разные люди, с разным достатком, то есть, например, если бы мы пришли в Фаберлик, нам сказали, вот у нас есть такой крутой проект реклама, давай 10 тысяч рублей, и у вас все будет хорошо, мы запустим рекламу, и у вас попрет, мы бы не пошли, почему, потому что нам деньги, как я говорил, нужны были еще вчера, в то время, то есть, мы пришли сюда зарабатывать, не тратить деньги, которых не было на тот момент, поэтому, у нас различные, на проекте есть, от оффлайн методов, до ведения рекламы, личного бренда и так далее, так, ну, на сегодня я с вами переговорил, то есть, если какие-то появятся у нас новые темы, для разговора, для прямых эфиров, мы с вами их обсудим, давайте я сейчас еще минут пять с вами здесь, есть ли у кого-то какие-то вопросы, кто сейчас присутствует на трансляции, напишите, задайте, я жду. Комментарии не отключены, так что можно спокойно комментировать. Если нет вопросов вообще, то поставьте просто минусики. я вижу, всем все понятно, это очень приятно, то что я раскрыл, так, в какой, в каким странах сейчас рекрутируете, во-первых, у нас вверху есть страны, с которыми мы сейчас сотрудничаем, то есть, когда мы нажимаем вверху глобус, регион, то есть, с теми странами мы, в принципе, сотрудничаем, сейчас у нас есть, в принципе, люди во всех странах, с которых мы сотрудничаем, то есть, в том числе и в Мексике. То есть, у нас там два старших директора и два директора. То есть, по-разному можно рекрутировать, но в основном у нас структура, да, в основном это страны СНГ. И основном, как говорится, товароброд, у нас именно в этих странах. Ну, все. Тогда все. В принципе, я вижу здесь много кто с нашей команды, то есть, вы всегда можете нам написать в Telegram, задать вопросы и мы на них ответим. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok